Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале Дом и Сад. Меня зовут Александра Миллер. На дворе вторая половина июня, а значит пришла пора формировать, посынковать, а на некоторых грядках даже и прищипывать баклажаны. Посынкование и прищипывание баклажанов – важное мероприятие по уходу за ними, как в теплице, так и в открытом грунте. В этом видео я постараюсь ответить на вопросы, как правильно формировать баклажаны, нужно ли обламывать или посынковать их в открытом грунте, как прищипывать баклажаны и что в итоге мы выиграем или получим полезного для урожая после посынкования и прищипывания баклажан и формирования куста. Прищипывание или посынкование баклажана – это очень важный акротехнический прием, потому что баклажаны – очень капризный, теплолюбивый овощ. Баклажан высаживается в почву довольно поздно, из-за низких температур в открытом грунте приходится подолгу ждать, пока грунт прогреется. Из-за задержки посадки в почву приходится констатировать тот факт, что поздняя посадка ограничивает период роста и созревания растения. Оптимально урожай с одного растения баклажана не более 20, максимум 30 полноценных плодов, а то и меньше. Чтобы ограничить число плодов и дать кусту формировать товарное хорошего качества баклажаны, дать растению хорошо развиваться и применяют посынкование, прищипывание, обламывание боковых стеблей или обрезку. Выбирайте, как вам больше нравится. Обычно эту процедуру проводят в 3 этапа. Посынкование баклажанов должно быть сделано в июне, как только растение сформирует развилку стеблей. Что надо сделать? Возьмите ножницы или острый нож и удалите все боковые побеги, которые образовались на кусте баклажана ниже этой развилки. Такое же посынкование я делала для сладких перцев. Сейчас вам немного напомню. Видео есть на моем канале, можете посмотреть. Продолжение следует... На этом посынкование баклажанов заканчивается, но по мере нарастания боковых побегов внизу куста их надо удалять. Почему процедура посынкования баклажан такая простая и короткая? Все дело в том, что баклажаны овощи жадные на цветение и завязывание плодов. На каждом кусте баклажана за весь период вегетации развивается максимум 20 цветочных почек и это все. Если вы будете интенсивно удалять боковые побеги, урожай будет совершенно мизерным. Как только у баклажана появились первые цветки, берите мягкую художественную кисточку и начинайте собственноручно опылять цветы баклажанов, чтобы каждый цветок дал плод. Не надейтесь на пчел, они могут прозевать некоторые цветочки на кустах и урожай пострадает. Теперь поговорим о прищипывании баклажан, зачем это делается? Все дело в небольшом временном периоде роста и созревания баклажан, который приходится наблюдать в наших широтах. Баклажаны высаживают в открытый грунт, как только он достаточно прогреется, а иначе они не растут. Плодоношение заканчивается как только приходят первые осенние прохладные ночи. В этом промежутке растение должно успеть вырасти, накопить зеленую массу, образовать цветы и налить плоды. Вот сколько у баклажан работы. Настоящие золушки, все время в делах. Прищипывание баклажанов помогает остановить рост куста и заставить растение наливать плоды, маленькие баклажанчики. Первая прищипка должна быть сделана в июне-начале июля, после того, как растение даст два цветка. Что надо сделать? С помощью острого ножа или ножниц удалите, обрежьте верхушку стебля над вторым цветком. Подвяжите растение к деревянному колышку и понаблюдайте за тем, как куст баклажана начнет себя вести после первой прищипки. Вторая прищипка баклажана тоже происходит примерно в июле. Из всех побегов, которые появились, оставим только 4-5 верхних побегов, остальные удалим. По мере роста куста баклажанов на своей грядке я постараюсь продемонстрировать это в видео. И наконец третье прищипывание по мере созревания баклажан. Снимайте созревающие плоды баклажанов и сохраняйте на растении 4-5 верхних побегов, остальные удаляйте. При тщательном соблюдении технологии выращивания баклажанов и этой схемы прищипывания уже через 3-4 недели после цветения можно собирать первые баклажанчики. Снимайте плоды с куста каждые 5-7 дней, не дожидайтесь полной зрелости, иначе семена будут очень жесткими. И в конце видео, как всегда, маленький совет по выращиванию баклажанов. Для тех, кто досмотрел это видео до конца. Если в открытом грунте или в теплице, где вы выращиваете баклажаны слишком жарко или вы недостаточно поливаете кусты, происходит одревеснение стеблей, опадение бутонов, цветков и листьев. Поэтому своевременно поливайте растения и проветривайте. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, кому-то из ваших друзей или знакомых сейчас тоже пришло время посынковать баклажаны. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok